Всем привет, я Олег Фриша и вы смотрите Тайм Аут. Мы рассказываем об индустрии развлечений, о том, как и где можно интересно провести свободное время. И наши герои это американские и европейские знаменитости. Сегодня в программе джазовые одиссеи Хелен Мерилл. Необычная судьба замечательной певицы, ее жизнь на трех континентах и счастливое возвращение в Америку. Сюжет из квартиры Хелен Мерилл в Манхэттене. Музыкальные истории. И как всегда информация, музыка и наша традиционная викторинка. Ее пластинки никогда не продавались миллионными тиражами, но они есть у каждого, кто любит вокальный джаз. По ее записям учат петь джаз во всех лучших музыкальных колледжах мира. Ее голос звучит седативно, магически, волшебно. И его не спутать ни с чем другим голосом в мире. Она вне моды, вне стандартов и вне времени. Зовут ее Хелен Мерилл. Сюжет из Манхэттена. Хелен Мерилл относится к числу певиц с мистическими, загадочными голосами. Магия ее голоса завораживает. Манера ее пения абсолютно узнаваема. Уже много лет имя Хелен Мерилл стоит в ряду легенд вокального джаза. Это случилось еще в школе. Кто-то из одноклассников взял меня с собой в джазовый клуб. И я сразу полюбила эту музыку. Более того, я поняла, что играть джаз могут только талантливые люди. Чуть позже я наобум предложила кому-то из проходящих мимо меня музыкантов в клубе. Дайте мне спеть с оркестром Бада Пауэлла. Хотя я не знала, кто такой Бад Пауэлл. А просто прочитала его имя на афише. Где чуть позже дописали и мое имя. Поет Хелен Милл Сеттик. Еще не Хелен Мерилл, а мое настоящее имя. Это было интересное время. Время, когда я открыла для себя джаз. Вы мне как-то говорили, по вашим записям обучают джазовому вокалу. Но вы никогда не учились музыке и не брали уроки вокала. Да, это так. Моя мама прекрасно пела. Она любила народную хорватскую музыку. Ведь во мне течет хорватская кровь. Ее голос постоянно звучал в нашем доме. Это и было моей школой. Мама не хотела, чтобы я занималась музыкой профессионально. Однажды джазовый критик Леонард Фезер полетел в Лондон вести какие-то концерты и позвал Хелен с собой. До этого певица никогда не вылетала за пределы Америки. Леонард, его жена и дочь, и Хелен с сыном полетели в Лондон, где состоялся ее европейский дебют. После этого меня сразу стали приглашать в другие европейские страны. Прямо из Лондона пригласили в Италию. У меня тогда совсем не было денег. Я купила билет в последний, в самый недорогой вагон поезда. А затем, когда поезд подъезжал к Риму, вместе с сыном бежала в первый, в самый дорогой вагон. И с улыбкой встречалась с импрессарио. Ну, чтобы они не думали, что я бедна. Слух обо мне как-то быстро пошел по Европе. Какой был первый яркий момент вашей карьеры? Это был Квинси Джонс. Он продюсировал и аранжировал мой первый диск. Он соединил меня со знаменитым трубачом. Его звали... Клиффорд Браун? Да, спасибо. Да, Клиффорд Браун. Я волнуюсь, когда у меня берет интервью такой знающий и симпатичный человек. Пластинка, которую мы записали с ним, моментально подняла меня на уровень гастролеров. Два таких больших имени – Квинси Джонс и Клиффорд Браун. И я, белая девчонка рядом с ними. На той пластинке Хелен записала мою любимую версию песни Кола Портера «Хорошо, если бы ты вернулся домой». Это был хит. Я знаю, это реально ваш хит. Есть история, связанная с этой песней. В Японии публика узнавала ее с первой ноты, со вступления. Они просто устраивали овации до того, когда я начинала петь. Однажды у меня была какая-то проблема с голосом. Я почти не могла петь. И я решила выйти из ситуации комически. После вступления я начала артикулировать слова. Как мим, как комик. Что началось в зале? Несмотря на то, что я почти не пела тогда в концерте, он прошел на ура. Вам не кажется, что проведя несколько десятилетий за пределами Америки, вы упустили свою карьеру в Штатах? О, честно говоря, я никогда не была довольна организацией работы в американских джаз-клубах. Люди тогда громко разговаривали, ели, пили. Я себя неловко чувствовала в те годы на сцене. Поэтому я не думаю, что было потеряно время. Я приобрела опыт выступлений в хороших залах и для публики другого качества. Вы записали множество баллад. Что для вас значит романтическая музыка? Почему баллады? Музыкант не может быть односторонним. Это скучно. Майлз Дэвис исполнял преимущественно баллады. И не всегда свинг определяет фирменный стиль музыканта. Я могу петь в этом стиле. Хотя кто-то делает это лучше меня. Но мне все-таки больше нравятся баллады. Я обращаю внимание на стихи и на историю, которую рассказываю в песне. Музыкант не может быть односторонним. Вашим вторым мужем был журналист, сотрудник агентства Associated Press. И именно он открыл для вас Японию. Нет, я попала в Японию совсем юной. Я тогда еще мало летала. И я испугалась, что могу пропустить такой шанс. И полетела. Забавно, что в аэропорту Токио я увидела толпу детей, которые держали большие флаги с надписью «Добро пожаловать в Японию, Хелен Мэрилл». Потом я долго смеялась, когда узнала, что они понятия не имели о том, кто я такая. Им заплатили. И поэтому они отрабатывали, держали эти флаги. Сколько раз вы были в Японии? О, много раз. Я часто летала туда, а потом какое-то время жила в Токио. Может быть, раз в 50 или больше. Как вы скажете по-японски «Добрый день, Олег, я так рада тебя видеть». «Добрый день, Олег, я так рада тебя видеть», «Добрый день, Олег, я так рада тебя видеть». Говоря о вашем итальянском периоде, Хелен записала прелестную джазовую музыку в Италии. Но самое удивительное то, что аранжировки к ее пластинкам написал сам Энио Морриконе. О, Морриконе! Я считаю его гением в музыке. После очередной записи он сказал, «Я работал со многими вокалистами, но теперь моя любимая певица – это Хелен». Я просто опустилась на пол от неожиданности. Когда вы вернулись в Америку? Это было непросто. В общем, вам нужно было все начинать с чистого листа. Я не уверен, что вы знали о том, что у каждого фаната джаза в то время была хотя бы одна ваша пластинка. Вот моя коллекция дисков «Хелен Мэриллс». И это еще не все, а только часть. Боже мой, тут не хватает еще двадцати. Они остались у меня дома. Вот это вы мне подарили. Это я купил. А это редкий рождественский альбом с Мелом Торме. А это тот самый знаменитый японский релиз «Хелен» с Клиффордом Брауном. Это вообще самая первая запись в моей жизни. «You'd be so nice to come home to you». That's it, that's the one. «Just friends, love is no more, just friends, but not like before, to think of what we've been, not to love again. Seems like pretending, this isn't the ending, just friends, drifting apart. «Just friends, with one broken heart, we loved, we loved, we cried, suddenly love died, the story ends, we are just friends». Вы никогда не преподавали вокал. Почему? Я пыталась это делать в Японии, но я деликатный человек и не могу критиковать учеников. Не могу задевать их чувства. Возможно, что сегодня я больше готова к роли преподавателя. Что происходит в вашей жизни сегодня? Чем вы занимаетесь? Именно это я и пытаюсь понять для себя. Что же я делаю? Я смотрю новости и через экран разговариваю с ведущими, если они говорят глупости. Это шутка. Я занимаюсь обычными вещами. Хожу на вечеринки, встречаюсь с друзьями. Да, мне не хватает общения с музыкантами. Многих уже нет. Другие артисты часто приглашают меня на свои концерты. И я им очень завидую, потому что хотела бы в этот момент сама оказаться на сцене. Эту очаровательную женщину уже никто не узнает на улице. Даже молодежь в джаз-клубах видит в ней обычного зрителя. И только голос. Тот самый магический голос напоминает о времени, когда в фонотеке у каждого меломана была хотя бы одна ее пластинка. Пластинка удивительной Хелен Мэрил. Настало время выразить благодарность тем людям, которые поддерживают наш уникальный телепроект – программу «Тайм-аут». Прежде всего, это генеральный спонсор нашего проекта – доктор-офтальмолог, пионер безлезвенной микрокирургии глаза Леонард Блей. Только с помощью лазера. Без следов и боли, без ножа и скальпеля он избавит вас от очков и контактных линз и вернет вам отличное зрение. В мире безлезвенных методов коррекции зрения постоянно происходит эволюция. И сегодня Леонард Блей и его коллеги используют процедуру уже пятого поколения безлезвенных методов коррекции зрения. Она называется просто и приятно – смайл. И она также избавит вас от очков и контактных линз. Сладкая и здоровая жизнь наступает у всех, кто любит продукцию известной торговой марки «Мелани». «Мелани» – это конфеты и шоколад. И в их каталоге более 10 наименований. Ну а здоровая жизнь, потому что даже врачи рекомендуют ежедневно хотя бы дольку шоколада, который улучшает аппетит и является отличным антиоксидантом. Вот мои любимые конфеты «Мелани». Отличный подарок гостям нашей программы – американским и европейским музыкантам. А название бренда звучит просто как песня – «Мелани». Торговый мебельный бренд Weekends Only теперь называется Fashion Home Furniture. И он в бизнесе более 30 лет. Совсем недавно открылись два новых магазина в Бруклине – на Ностранд Авеню и на Кони Айленд Авеню. Fashion Home Furniture входит в состав очень крупной престижной компании Elite Buying Group. А это гарантирует минимальные закупочные цены на мебель. По случаю открытия новых магазинов вам предоставляется беспроцентный кредит на 72 месяца. Скидки, скидки и своевременная быстрая доставка. Fashion Home Furniture – это модно, уютно и экономично. С первой передачи нас поддерживает член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота. Влад – это тот человек, который поможет воплотить вашу американскую мечту в реальность. Он занимается вопросами визовой, семейной и судебной иммиграции. Сделайте только один звонок в офис Влада Сироты и получите Америку на всю жизнь. Немного музыкальной ностальгии. Легендарные песняры в оригинальном составе прибывают на свой юбилейный тур в Америку. Тур посвящен 50-летию группы. Будут все, кроме, к сожалению, основателя группы Владимира Мулявина. Информация о концертах в рекламных роликах. А я уверен, что весь зал в течение всего концерта будет подпевать корифеям советской эстрады. 9 февраля 1989 года член Конгресса США и штата Джорджия Билли Рэндалл внес на рассмотрение в законопроект идею сделать официальной рок-песни штата Тутти Фрути Литтл Ричарда. Насколько мне известно, идея поддержана не была. Но это отнюдь не снизило ни популярности самой песни, ни популярности самого музыканта. В этом году песне Тутти Фрути исполняется 65 лет. Вот оригинальная запись этого вечно зеленого хита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глазные операции в древности Глазные операции в средневековье И безлезвенные операции в 21 веке Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты быстро, безопасно и безболезненно только у доктора Леонарда Блея. Шоколад премиум класса Мелани. Шоколад Мелани не только в подарочной упаковке, но также на каждый день. Шоколад Мелани. Вкус не разочарует ваши ожидания. Мелани, это мой шоколад. Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее в Америке нужно легально. Иммиграционный адвокат Владислав Сирота решает самые сложные проблемы. Получение статуса политического беженца, грин-карты, визы для инвесторов, сдача экзамена на гражданство. Он оспаривает депортацию, помогает в воссоединении семей и делает все возможное для вашей легализации в США. Главный офис Владислава Сироты расположен в Бруклине. Практика во всех штатах. Мебельные салоны Fashion Home открыты 7 дней в неделю. Остановите боль. Институт позвоночника и суставов в Бруклине специализируется в лечении болей, восстановлении двигательного аппарата и возвращении в здоровую, радостную жизнь. Здесь вам поставят точный диагноз и назначат правильный курс лечения. Опытные врачи используют новейшие методы лечения с минимальным риском и побочными эффектами для организма. Вы забудете про боли в позвоночнике и суставах, про головные и мышечные боли, про остеохондроз и радикулит. Мы знаем, как вам помочь. И, наконец, наша традиционная музыкальная викторинка. Но сперва ответ на вопрос прошлой передачи. Название телешоу, фрагмент которого вы посмотрели – «Халабалу». А сейчас вы увидите архивную запись Клиффа Ричарда. Вопрос. Как называется группа, с которой Клифф Ричард выступал много лет? Вам нужно прямо сейчас позвонить по этому номеру телефона, ответить на вопрос и получить призы от нашей программы. Пожалуйста, не забывайте назвать свое имя и контактный номер телефона. А я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Олег Фриш. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»